Да, значит, давайте мы начнем сегодняшнее заседание семинара. Сегодня у нас с докладом выступит Евгений Смирнов из Высшей школы экономики и независимого Московского университета. Совместный доклад с Анной Тутубалиной из Высшей школы экономики про многочлены Шуберта для классических групп. Пожалуйста, Женя, приступайте. Спасибо. Очень-очень рад всех видеть. Действительно, для меня это, кажется, первый доклад на семинаре Винберга, так сказать, в новой его редакции, во-первых, в Зуме. Да, во-вторых, значит, кажется, последний раз я докладывал на семинаре, когда в аудитории присутствовал у нас Борисовича. Вот. Ну, очень здорово, что семинар продолжает быть и собираться, хотя в таком уже другом формате, но другое время, другой формат. Ну, вот, хорошо. Значит, я буду рассказывать, действительно, про свою работу с Анной Тутубалиной. Это работа, которая будет опубликована в European Journal of Combinatorics в первом номере за 23-й год. Она есть на архиве. Кроме того, Дим, как я понимаю, вы выложили слайды презентации, да, так что... А, вот ссылка в чате Зума, я вот только что ее отправил, и все могут подключиться и листать самостоятельно. Если хочется, да, промотать вперед-назад, там, поработать с суфлером, то можно, в принципе... Хорошо. Значит, ну, примерный план доклада такой, что я буду сначала... Ну, я поговорю про такие комбинаторные объекты, которые называются многочлены Шуберта. Они позволяют проводить, например, вычисления в кольцах гомологии многообразия флаг. То есть, это такая геометрическая мотивировка. Ну, меня они сегодня будут интересовать, скорее, не все из геометрии, а все из их комбинаторикой. Значит, многочлены Шуберта – это такие близкие, можно сказать, старшие родственники, хорошо известных любителям теории представлений многочленов Шура, которые являются характерами симметрических групп, то есть, характерами представлений не симметрических групп, а, наоборот, полнолинейной группы, и которые там тоже можно записывать как некоторые многочлены с положительными коэффициентами. Эти положительные коэффициенты чем-то нумеруются, чем-то хорошим. Что-то хорошее в данном случае – это какие-то таблицы Юнга. Есть некоторые заполнения диаграмм Юнга определенными там чиселками. Вот, значит, если я, ну да, и, например, кроме теоретико-представленческой стороны, что это характеры представлений Ж.Л.Н., это еще, их можно рассматривать как представители классов к гомологии для многообразия Шуберта, в элементальных классах многообразия Шуберта в кольцик гомологии Грассманиана. Ну вот, если вы в ту же самую игру будете играть не для Грассманиана, а для многообразия полных флагов, скажем, типа, а, просто обычные полные флаги в элементальном пространстве, то вы получите многочлены Шуберта, классической конструкции, про которую я расскажу позже. Вот, и для нее есть комминаторная интерпретация, которая не имеет, к сожалению, хорошего русского перевода. По-английски она называется Pipe Dreams. Я расскажу, что это за комминаторные картинки. Ну вот, значит, моя сегодняшняя задача, основная, будет в том, чтобы обобщить эту конструкцию на многообразие полных флагов для классических групп, для групп, ну, классических групп, которые ниже ЛЕ, для СО и СП, то есть, для групп типа Б, С и Д. Ну вот, я, значит, расскажу, как там устроены эти многочлены Шуберта, и как устроены Pipe Dreams. Ну да, ну и в конце я, может быть, ну да, я, наверное, еще там скажу, как это все относится к теории многочленов Шура, вот, и их аналогов для других типов. Ну, давайте, действительно, перейдем к первому, собственно, слайду. Значит, я зафиксирую сегодня... Ну, для начала я возьму группу G, в качестве группы G я возьму группу GLN, вот, и зафиксирую в ней Боррелевскую, про которую я буду думать, как проверить треугольные матрицы. Да, значит, все сегодня происходит, все происходит над С, да, значит, поле алкогресский замкнут, характеристика нулевая, и вообще это поле комплектных чисел. Ну вот, значит, я беру группу GLN, фиксирую в ней Боррелевскую верхнюю треугольную, и фиксирую в ней также противоположную Боррелевскую, B-, нижнюю треугольную. Ну вот, ну и можно сказать, что у меня есть многообразие флагов G по B, ну, то есть полные флаги, это, понятно, это матрица с точностью до действия Боррелевской. Ну вот, и это многообразие, ну, например, можно поизучать, как устроено его клеточное разбиение какое-нибудь. То есть вот есть замечательное клеточное разбиение на орбиты группы B-, если я на нем буду действовать, скажем, левыми умножениями группы B-, у меня это будет, ну, орбиты группы B-, это будут афинные пространства, вот, и это будет клеточное разбиение, да, значит, это будет, ну, как бы, клетки будут там как-то друг к другу примыкать. Вот, и клетки эти будут нумероваться перестановками. Что такое группа перестановок? Ну, все знают, это группа B или группа ЖЭЛ. Вот, ну, клетки это здорово, ну, за тем исключением, что клетки это не замкнутое многообразие, да, не замкнутое многообразие, а давайте их замкнем. Значит, я беру клетку Шуберта и ее замыкаю, то, что у меня получается, я буду обозначать через XW и называть многообразием Шуберта. Вот, ну, ну, хорошо, значит, чем они хороши? Ну, например, я могу рассматривать их фундаментальный класс в кольцах гомологии всего многообразия флагов, вот, и поскольку у меня есть клеточное разбиение, клетки эти все четные размерности, если я работаю над С, дифференциалы у меня все нулевые, это значит, что мое кольцо к гомологии просто порождается этими самыми классами замыканий клеток, да, значит, ну, я здесь буду очень неаккуратным, я буду путать гомологии и когомологии, потому что у меня многообразие глав есть двойственность в фонкаре. Ну, вот, ну, в любом случае, значит, я хочу сказать, что у меня есть для любой перестановки W, у меня есть соответствующее многообразие Шуберта XW, и есть отвечающий ей класс, это фундаментальный класс ее, который живет в кольмологиях разменности 2N-D, где N это разменность всего многообразия флагов, N большой, а D это длина перестановки, длина перестановки это количество инверсий, количество беспорядков, оно же длина самого короткого слова, которое перестановка представляет. Ну, вот, значит, у меня есть кольцо к гомологии, в нем есть базис, ну, базис к кабелевой группы, ну, или я могу тоже самое рассматривать с коэффициентами, я не знаю, в Ку, над полем, да, и говорить, что у меня есть базис как вектор на пространство. Но к гомологии, вообще-то, отличаются, как бы их выгодное отличие от гомологии стоит в том, что их можно умножать, да, к гомологии это кольцо. Вот, и это отвечает пересечению, геометрически это отвечает пересечению соответствующих многообразий, то есть, ну, многообразий соответствующих классов. То есть, на самом деле, тут я немножко, как бы, вставлю телегу впереди лошади, на самом деле, теория многообразия Шуберта появилась действительно в связи с тем, что нужно было какие-то, какие-то подмогообразие, многообразие Шуберта уметь пересекать. А нужно это было, чтобы решать задачи исчислительной геометрии, искать количество каких-нибудь там подпространств, которые удовлетворяют каким-то там условиям хитро. Но про это я сегодня говорить не буду. Я сегодня буду говорить не про геометрию, а про комбинаторику. Ну, хорошо, значит, такое описание кольца к гомологии, конечно, хорошо, но этот базис, который у меня поставляется вместе с многообразием флагов, он плох тем, что, в общем-то, умножение в нем устроено довольно неприятно. Хорошо бы на то же самое кольцо смотреть как-нибудь, чтобы в нем было более удобно умножать. Ну, такое представление было найдено Боррелем в его диссертации в 1953-1985 году. Ну, и потом обобщено хостом на произвольные, попростые группы. Значит, конструкция следующая. Давайте возьмем кольцо многочленов от n-переменных. Ну, скажем, с целыми коэффициентами, если я рассматриваю... Ой, извините, почему-то вместо указки пытаюсь водить пластиком по экрану. Значит, давайте я рассматриваю кольцо многочленов от n-переменных, и рассматриваю в нем образующие, их сытые. И эти образующие я отправлю в кольцо, в элемент кольца когомологии следующего, многообразие флагов следующего вида. Я, значит, не буду говорить, что это там фундаментальный класс чего-то, это не будет там буквально фундаментальный класс чего-то. А возьму я вместо этого тавтологические векторные расслоения многообразия флагов в ИТ. Ну, то есть, каждый флаг, ну, то есть, многообразие флагов у меня поставляется вместе с n штук тавтологическими расслоениями. Над каждым флагом висит, собственно, этот же флаг. Вот пространство размерности 1, 2 и так далее. И если у меня есть такие расслоения ранга 1, 2, 3 и так далее, я могу каждое следующее по предыдущему акциализовать и получить линейное расслоение. Расслоение ранга 1. Значит, эти расслоения будут называться LIT. И давайте я отправлю X, ИТ в, здесь небольшая ошибка, я отправлю его в первый класс черно, но только со знаком минус, ну, по некоторым соображениям, про которые я скажу потом. Зачем мне нужен этот знак минус? Значит, я их отправляю в первый класс черно-элитово умножить на минус единичку. Можно довольно просто понять, кто при этом уйдет в ноль. Ну, в общем-то, понятно, что в ноль уйдут все симметрические многочлены без свободного члена от X. Ну, то есть, ядро этого отображения будет таким идеалом, который порождается симметрическим многочленом без свободного члена. Ну, или я могу записать его порождающий, не так и симметрический. Ну, хорошо. Значит, это такое представление, которое более подходящее для умножения. Да, умножать многочлены просто. Умножать какие-то такие вот штуковины непонятно как. Но хочется. Давайте мы их перепишем в виде многочлен. Ну, понятное дело, что это на самом деле не вполне элементы этого кольца, это не вполне многочлены, а многочлены по модуле этого идеала. Но как-нибудь я давайте сейчас... Следующая моя задача будет состоять в том, чтобы выбрать какие-нибудь хорошие представители этих вот сигма-дублевые, как многочлены. Ну, давайте, действительно, я опишу конструкцию. Как это делается? Конструкция восходит к Бернштейну, Гельфанду, Гельфанду. Их работа с 73-го года в успехах. Значит, еще раз, я хочу найти хорошие представители для классов Шуберта, как для полинома. Ну, то есть какой-то там, какой-то многочлен плюс идеал. Вот, какой ответ дан в работе Бернштейну, Гельфанду, Гельфанду? Значит, надо найти какой-нибудь многочлен, который представляет класс точки. То есть точка – это тоже многообразие Шуберта, которое отвечает перестановке самой длинной, перестановке длины n на минус один пополам, которая все числа 1, 2, 3, 4 и так далее n переписывает просто в обратном порядке. Так вот, значит, пусть я нашел или кто-то мне дал такой многочлен, который представляет класс точки. То есть после этого некоторая индуктивная конструкция может из этого многочлена сделать многочлен для любой другой перестановки. Для этого я хочу ввести так называемый оператор разделенной разности. То есть пускай у меня есть многочлен от n переменных с целыми коэффициентами. У меня есть на конце многочленов такой оператор. Их разность будет многочленом костсиметрическим по i и минус один, и плюс первую переменных с целыми коэффициентами. Ну, такое отражение. Вот. Хорошо. И теперь давайте, значит, когда я, например, возьму многочлен какой-то, поменяю у него и плюс первую и и ту переменные, их разность будет многочленом костсиметрическим по i и плюс один. Ну, давайте я этот костсиметрический многочлен поделю на x и t минус x и плюс один. Ну, то есть этот многочлен будет равен нулю при x и равен x и плюс один. Значит, он на этот двухчлен поделится, как знают всякие, кто, значит, на первом курсе вычислял определитель Вандермонда. Вот. Значит, это будет действительно многочлен, а не рациональная функция просто. Вот. Это такая штуковина называется оператором разделенной разности. Значит, давайте я буду его называть таким вот деитом, как частное производное. Ну, он вообще немножко похож на дифференцированный. Ну, значит, зачем они мне нужны? Тогда, а, ну и на самом деле можно написать на эти самые операторы разделенной разности, можно написать соотношения. Соотношения будут очень симпатичные, они будут похожи на те соотношения, которые есть в симметрической группе. Значит, есть соотношение деитая-дежитая равно джитому деитому при и минус жи большем единице, да, это далекая коммутативность. Для соседних дэшек есть соотношение кос, деи плюс один, деи, деи плюс один равняется деи, деи плюс один, деи. Есть соотношение деи, квадрат равняется, ну, тут для группы перестановок хочется сказать единички, но тут понятно, что это будет не единичка, хотя бы потому, что эта многочленная степень понижает, а ноль. Ну, действительно, после того, как я возьму какой-то многочлен F, подействую на него разделенной разностью, то, что получится, будет симметрично по и плюс один. Если я на него еще раз подействую разделенной разностью, то я получу ноль, да, и симметрический мы за член числителя даст мне ноль. Ну вот, такие операторы, они образуют алгебру, которая называется не для алгебра гейки, это такая деформация, алгебра, ну, групповая алгебра симметрической группы. Ну вот, значит, тогда, если я такие, да, давайте вернусь к тому, что я вообще сейчас делаю, значит, я, у меня есть класс точки на многообразиях флагов, я хочу получить класс произвольного многообразия шуберта, отличающего некоторой перестановки. Для начала мне эту перестановку нужно представить в виде W0 на W. Ну, так можно всегда сделать, да, то есть я могу там справа ее там помножить, то есть, наоборот, слева помножить на W, да? Значит, ну, хорошо. Значит, теперь я, у меня есть такая перестановка W0, W, и я должен взять приведенное разложение для элемента W0. То есть представить его, это перестановка в виде произведения простых транспозиций. Это простая транспозиция, менять два соседних элемента. И вот, например, у меня есть представление W, это S, ик, и так далее, S, и1. Я читаю слева направо. Тогда мне надо взять многочлен P, представляющий класс точки, и подействовать на него соответствующими операторами разделенной разности, но в обратном порядке. То есть сначала ик, потом ик, да, ик минус первым, и так далее, и дпер. Значит, это будет тоже многочлен, и утверждается, значит, теорема, которую в 73-м году доказали, что этот многочлен представляет вот такой вот класс многообразия Шуберта W0, W. Ну вот, значит, по сути дела, что они сделали, они, по сути дела, определили многочлены Шуберта почти на 10 лет раньше, чем они были определены, ну, чем такие слова были сказаны. Значит, ну, считается, что многочлены Шуберта определили лоскующий Цинберже в 82-м году. Ну вот, что они сделали? Они, значит, сказали, что вот на самом деле есть некоторый очень хороший выбор этого P, многочлены класса точки. Вот, этот выбор класса точки надо осуществить таким образом. Значит, надо взять переменные x1, x2 и так далее, xn, и взять их в степенях, соответственно, x1 в степени n-1, x2 в степени n-2, xn-1 в степени n-1, xn вообще не брать. Ну вот, такой класс будет представлять точку. Такую штуку я назову многочленом Шуберта, отвечающим перестановке W0. И теперь я скажу, что если я на нее подействую набором каких-то разделенных разностей, то я получу многочлены Шуберта до какой-то другой перестановки. W0-W. Ну, то есть, по сути, происходит какая-то фиксация самого... Ну, происходит хороший выбор, грубо говоря, базы индукции. Фиксируем класс точки. Значит, почему его надо делать именно так? Почему это действительно самый лучший в каком-то смысле выбор? Ну, давайте расскажем. Значит, теорема, которую доказали Ласкуй-Ютсенберже, состоит в следующем, что... Ну, на самом деле, эти самые многочлены Шуберта однозначно определяются следующими условиями. Что? Это... Во-первых... Ну, давайте почти снизу вверх буду читать. Нет, плохо. Значит, ну, условия такие, что если вы подействуете разделенной разностью на многочлен Шуберта, вы получите либо многочлен Шуберта, либо 0. При этом, когда вы получите 0, когда вы получите многочлен Шуберта. Ну, понятно, что разделенная разность понижает степень на 1. Значит, если умножение моей перестановки W на S и T, ну, умножение, в данном случае, справа, хотя это, конечно, для перестановки не важно, значит, если умножение на S и T понижает длину перестановки, то соответствующий D и T, примененный к SW, будет многочленом Шуберта от W S и T. А если умножение на S и T повышает длину перестановки, то получается 0. Ну, понятно, что в такой ситуации надо выбрать некоторую нормировку. Нормировка... А, ну, то есть, получается, что это... А, ну да, я еще забыл сказать, что это однородные многочлены. Однородные многочлены, степени которых равняется длине перестановки. Ну, условие нормировки говорит мне, что отождественной перестановки отвечает 1, единичка. И еще одно важное свойство. Ну, я не знаю, как-то вот еще лет, наверное, 15 назад на каком-то семинаре Иван Владимирович Аржанцев говорил, что он тогда еще чувствовал хорошо всякие настроения и говорил, что вот он подал грант. На грант изучает стабильность, значит, свойства стабильности. Потому что, значит, у нас в стране это очень-очень-очень важное, значит, ключевое понятие – стабильность. Вот, ну... За последнее время несколько деформировалось это понятие. Ну... Сейчас, может быть, это не самое модное слово. Ну, понимаете, да. Значит, я думаю, что грант в любом случае не дадут. Но стабильность здесь... Давайте скажем, в каком смысле стабильность я понимаю. Значит, если у меня есть перестановка. Вообще говоря, ну, я одну и ту же перестановку могу рассматривать как элементы разных симметрических групп. Но если у меня есть там транспозиция 1, 2, она может... Я могу сказать, что она живет в симметрической группе S2, а может жить в симметрической группе, я не знаю, S100. Ну, вот. Ну, и у меня есть такие вложения, самые простые симметрические группы одну в другую. Я вкладываю просто как группу перестановок первых N-бук. Вот у меня есть такие вложения. И я хочу, чтобы мой многочлен Шуберта не зависел бы от того, в какой группе я работаю, в какой из симметрических групп я работаю. То есть, если я рассматриваю... Ну, то есть, SW будет определен корректно вне зависимости от N. От N он зависеть не должен. Ну, вот. Ну, и на самом деле... Ну, такое можно. И, значит, в таком случае получится, что эти многочлены будут образовывать базис в кольце многочленов с целыми коэффициентами от, ну, как бы отсчетного числа переменных. То есть, поскольку у меня есть... В симметрической группе отвечают многочлены от такого же количества переменных, ну, или на одну меньше. Вот. Я могу сказать... Говорить, что у меня там все эти кольца друг в друга вложены. И на самом деле их... Есть такой индуктивный предел, да? Который... 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 Просто многочлены от бесконечного числа переменных. Да, это именно многочлены, потому что потом у меня появятся еще симметрические функции. Это другое. Хорошо. А с точки зрения эко-гомологии, это имеет какой-то смысл, казалось бы, там... А это... Это другой вопрос. Значит, другая интерпретация стабильности. Вот на следующей... На нижней половине этого слайда. Значит, с точки зрения эко-гомологии, как бы есть хорошее отображение в другую сторону. Да, значит, флаги можно вкладывать, те, значит, у нас отображения колец когомологии будут, наоборот, из больших в меньших, да? Ну вот. Тем самым у меня есть не индуктивный предел, а проективный. И проективный предел таких вот колец когомологии многообразия флагов это тоже некий целочист... Значит, это только... Это функции с полиномиальными целыми коэффициентами, только это уже никакие не полиномы, а ряды. По модулю какого-то идеала, да? Ну, этот идеал, на самом деле, там как бы съестся. Он убежит в ноль. Значит, на самом деле, это... Я хочу сказать, что вот у меня есть действительно индуктивный... Нет, наоборот, проективный предел, да? И у меня есть классы когомологии некоторой перестановки, у которых есть вот здесь, где-то там, в этом самом большом кольце этих рядов есть некий представитель сигма-дубль-в бесконечности. Вот. И я хочу сказать, что... Ну, там другой немножко взгляд на многочлены Шуберта состоит в следующем, что этот... Что эти... Эти вот сигма-дубль-в бесконечности, пределы этих сигма-дубль-в являются, на самом деле, многочленом. А никакими не рядами. Ну, вот. Это, как бы, такое некоторое важное свойство, да? Ну, это, значит, тем самым определяет вам этих самых многочленов Шуберта, ну, действительно, как многочлены, которые... То есть, полиномиальные представители этих клоц. Ну, хорошо. Значит, что еще про эти многочлены Шуберта? Значит, если их... попробовать посчитать, то будет удивительная штука. Значит, они оказываются многочленами с целыми положительными коэффициентами. Ну, не отрицательными. Ну, это удивительно. Почему? Потому что... Потому что у вас есть операторы разделенной разности, да? которые... Сейчас, вот. Вот они, операторы разделенной разности, которые имеют в себе огромное количество минусов, да? То есть, вы из многочлена вычитаете какой-то другой многочлен, потом делите его на какое-то отношение штуковин с минусами, да? И получается нечто с положительными коэффициентами. Это всегда очень странно. Ну, а если еще... Не знаю. Я люблю утверждение, которое я прочитал в учебнике математики за пятый класс, то натуральные числа используются при счете предметов, да? Значит, когда видишь натуральное число, надо задать себе вопрос, а какие предметы это натуральное число считает? То есть, какой... Если там у вас есть многочлена с положительными коэффициентами, какой комбинаторный смысл этих коэффициентов? Или, может быть, это там размерность каких-нибудь пространств, каких-нибудь там хогмологий или что-нибудь еще? Ну, вот. Ну, лучше всего просто предъявить конечное множество, в котором будет столько элементов, сколько нужно. Ну, давайте мы это конечное множество предъявим. Значит, следующая картинка это ключевой объект моего сегодняшнего доклада, называется Pipe Dream. Я говорю, никакого хорошего русского перевода нет. Значит, когда пришлось нам с вами писать статью по-русски, мы писали RC-графы, потому что они reduced compatible. Вообще, название такое происходит от некоторой видеоигры начала 90-х, такой типа Тетриса, где нужно было строить водопроводную сеть из таких вот, очень похожих на то, что здесь нарисовано. Значит, игра следующая. У вас есть треугольное такое, ну, треугольное игровое поле, в котором, ну, такая лесенка, в первой строчке у вас там N, или это второе, минус одна, третье, N минус две и так далее. У вас есть плашки квадратные, которые вы можете пласть на эти поля двух сортов. Значит, есть крест, две трубы, две линии, которые перекрещиваются. И есть такая штука, которая называется колено, по-русски, по-английски она называется elbow, то есть локоть, но колено здесь в смысле не анатомическом, а сантехническом. Значит, мы воспринимаем это как детали труб, две трубы, которые, значит, действительно делают изгиб под 90 градусов. Вот. У меня есть такие фишки, их нельзя поворачивать, ну, то есть колено нельзя поворачивать. И я хочу уложить их на на доску так, чтобы ну, так, чтобы у меня была такая замкнутая система. У системы есть N-входов сбоку и N-выходов сверху. Вот. И я хочу, чтобы вода у меня, ну, то есть у меня есть такие входы, система есть, краны, я строю этот трубопровод, такую систему из N-труб. Вот. Я хочу, конечно, чтобы вода не проливалась. В частности, я на диагонали должен обязательно поставить колено, а кресты я поставить не могу, да, потому что иначе у меня будет авария проводим. Значит, такая штука, получается такая картинка, которая состоит из N-линий, да, которые вот идут из, скажем, 1, 2, 3, 4 в 1, 2, 3, 4. Ну вот. И у меня такая штука задает перестановку. Ну, в данном случае у меня вот из единички синяя труба идет в тройку, да, 1 идет в 3. Я перестановки записываю так одной строчкой, это вот последняя, то есть это вторая строчка, я считаю, 1 в 3, 2 в 1, ну, действительно, 2 идет в 1, 3 идет в 4, черная труба и фиолетовая идет из четверки в двойку. Ну вот. Еще некоторое техническое требование к моему водопроводу. я не хочу, чтобы какие-либо две трубы пересекались более одного раза. Значит, картинки вроде такой вот нельзя. ну, такие картинки иногда бывает полезно тоже рассматривать, но я сейчас не буду. Буду говорить, что Пайпдрим, если такого нет, называется приведенным. Вот. То есть, таким образом, я по Пайпдриму могу построить два таких набора данных. Да, один называется форма этого Пайпдрима. Это та перестановка, которую он задает. А другой, это, ну, некоторый маном. Значит, я буду считать эти Пайпдрим, для этих Пайпдримов буду писать нечто вроде производящей функции. Значит, я буду считать Пайпдрим каждый с весом x-i-t в степени d-i-t, где d-i-t это количество крестиков в и-той строке. то есть, для этой картинки у меня, например, есть два крестика в первой строке и один крестик в второй. И Пайпдрим это x1 в квадрате и x2. Ну, на самом деле, можно говорить, что у меня здесь, на самом деле, в клетках этой таблицы стоят перестановки, стоят транспозиции. S1, S2, S2, S3, S3, S3. Вот. И, если я хочу Пайпдриму сопоставить перестановку, то мне, на самом деле, надо взять и этот Пайпдрим прочитать, ну, как в каком-нибудь семитском языке, справа налево, сверху вниз. Значит, у меня получится S2, в данном случае S2, S1, S3. Да, и вот у меня это строчка S2, S1, S3. Это перестановка. Ну вот, значит, такие комбинаторные данные. Я тем самым по такой картинке могу строить перестановку и могу строить маном. Теперь я делаю следующее. Давайте я возьму, наоборот, начну с перестановки и выпишу все Пайпдримы, которые этой перестановке отвечают. Ну, понятное дело, что таких может быть много. И просуммирую для таких штуковин, для таких картинок отвечающие им маномы. Значит, теорема, которую доказали в начале 90-х независимо Сергей Фомин и Анатолий Кириллов и Сара Билли и Нентал Деджерон, что если я просуммирую такие маномы, отвечающие всем приведенным Пайпдримом данной формы, то, что у меня получится, будет ничемным, как многочлен Шуберта. Следствие, что многочлен Шуберта имеет положительные коэффициенты, потому что его коэффициент это просто количество таких картинок, отвечающих данной перестановке и данной маномы. Ну, вот. Такая замечательная интерпретация, которая во многом похожа на интерпретацию многочленов Шура как сумм по таблицам Юнга. Ну, на самом деле, это там имеет совершенно непосредственную связь. Ну, вот. Ладно. Значит, я вам рассказал сейчас про тип А. Ну, да, еще можно, на самом деле, из той же картинки, я просто это упомяну, и подробно про это рассказывать не буду, можно считывать, так называемые, двойные многочлены Шуберта, это многочлены, которые отвечают классам T-квивариантных когмологий. Это уже, как бы, кольцо от набора из двух переменных, которые, переменные, там, отвечают иксам, как в обычных когмологиях, и координатам на Торе, T1, и так далее, Tn. Ну, и получится, что этот самый многочлен, двойной многочлен Шуберта будет тоже такой производящей функции, только произведение надо брать не икситых по строчкам, а по всем крестикам надо поставить крестику икситые минус тжитые, где крестик стоит в итой строке и житом стал ц. Ну, вот, такая вот история. Хорошо, это был тип А. Что у нас происходит с другими группами классических типов B, C и D. Что там за группы Вейля, что там за многочлен Шуберта и что там за Пайдрин. Ну, давайте действительно напомню про то, кто такие эти самые группы Вейля типов B, C и D. для меня группы Вейля, ну, то есть BN и CN для меня на самом деле одно и то же, потому что я не буду работать с системой корней, я буду работать только с группой Вейля, по сути дела. Ну, или я, если я работаю с системой корней, то мне на самом деле все равно, какие корни длинные, какие короткие, то есть BN для меня это то же самое, что CN. Я не ставлю стрелочек, видите, здесь нет никакой стрелочки, стоящей сюда или сюда, а есть только вот кратное ребро. Понимаете? Я беру что? Я беру просто группу Вейля для нечетной ортогональной или симплектической. Эта группа может быть проинтерпретирована как группа перестановок со знаком. Sign permutations, не знаю, как по-русски. Значит, перестановки со знаком это, ну что, это перестановки множества плюс-минус один, плюс-минус n в себя, да? И имейте в виду, что вы можете числа переставлять и еще у числа есть такая, как знак. Вы этот знак можете переключить. Вот, то есть, ну, или вы можете думать, что у вас есть множество 2, инэлементное, и перестановки в S2n, такие для которых, если i переходит в g, то минус i переходит в минус g. Ну вот. Ну, эта группа тоже является группой Кокстера. У нее можно написать образующие. Эти образующие будут, их будет n штук, значит, они называются S0 и так далее, Sn-1, и S и t при i положительном будут менять, будут отвечать простым транспозициям, а S0 будет менять знак у, например, у первого элемента. Ну, ну, и в частности, тогда, значит, соотношения будут такими S0, S1 к четвертой. Это то же самое, что произведение двух соседних простых транспозиций в третьей. То же самое, что единичка. Ну, и S2 в квадрате равно, естественно, тоже единички. Вот. Хорошо. Значит, когда у меня такая группа есть, я могу в ней взять по группу индекса 2, которая получается, если я буду брать перестановки, в которых знак меняется на четном числе месяца. Значит, это будет группа типа DN, она будет группой Вилля для четной ортогональной группы. И тут ей будет отвечать диаграмма D, где S1 и, ну, где, значит, у нас вместо S0 будет S1 и, так называемый, S1 с крышкой, которая S1 с крышкой есть S1, который мы сопрягли с помощью S0. То есть, я меняю местами 1 и 2 и меняю знак им обои. Это такое преобразование. Ну, хорошо, значит, есть у меня эти группы, и за эти групп я хочу, ну, то есть, я могу с соответствующими классическими группами поработать, рассмотреть всю ту же самую историю. Я беру группу S0 или S0, беру однородное пространство G по B, где B это Боррелевское. Это обобщенное многообразие флагов. Это самое обобщенное многообразие флагов разваливается в объединение тоже клеток, клеток Шуберта, которые являются забыканиями B-орбит в G по B. они тоже нумеруются элементами уже группы Виля, той самой гипероктоидральной группы или группы типа D. И Боррелевское или в данном случае Костензовское представление уже выглядит так, что гомология G по B это многочлены от N переменных, которые я сейчас буду называть Z вместо X, потому что X у меня будут значить другую вещь. Фактор по однородным многочленам инвариантам относительно группы Виля без свободного члена. То есть эти многочлены должны быть уже выдерживать не только перестановки, но и знак. Кольцо коэффициентов надо, наверное, локализовать по двойке, чтобы это было верно. Для Z наверное, не будет верно для целой когмологии. Для целочисленных там нужно по двойке достаточно локализовать. Ну или перейти к полю рациональных чисел. Ну да, действительно, если я здесь напишу вместо Q и здесь напишу Q, то все будет верно. что-то там где-то надо какую-то двойку знаменатель разрешить. Хорошо. Спасибо, извините, это я действительно пробрался. Ну и дальше вопрос все тот же самый. Вы хотите написать вот у вас есть кольцо многочленов с коэффициентами хоть от Q, хоть от Z. Вы хотите написать там какие-то представители по модуле этого делала для многообразий Шуберта. Ну, то есть, например, вы можете сказать, вот я возьму точно так же я возьму отображение колец гомологии из большего в меньшие, возьму некий класс Шуберта и ну, у меня нехала перестановку и все отвечающие класс Шуберта и возьму их предел. Он предел представлен элементом из кольца ну, уже степенных рядов от Z. Я хочу найти для него ну, хорошие представители. Ну, в лучшем случае полемиальный. Значит, была такая работа упоминая Кириллова. Так, в 5-е что-то появилось. А, ссылку надо расслабить для опоздавших. Значит, была работа упоминая Кириллова где-то в середине 90-х, где они строили многочлены Шуберта для типа B. Значит, они сформулировали список из то ли 4, то ли 5 свойств, которым эти многочлены должны удовлетворять. Ну, вот примерно то же самое, что я формулировал раньше. И внимание радостно доказали, что никакое семейство многочленов этим свойствам не удовлетворяет. Ну, тогда они стали делать следующее, что они стали свойства как бы по одному отбрасывать, и у них получились многообразие, многочлены Шуберта не одного, а трех типов, как в известном анекдоте про два тоннеля под Ла-Манши. Значит, если отбросить такое свойство, то будут такие-то многочлены, если отбросить другое, то другие. На самом деле свойства, которые они забыли отбросить, а надо было, это что это? Многочлены. По сути дела, их надо было искать среди формально-степенных рядов. Хотя, на самом деле, то, что один из этих трех типов, это на самом деле вещь очень похожая на то, что получилось в работе, в еще одной работе примерно того же времени Сары Милли и Марка Хаймана. Работа в Джамсе 1995 года, они показывают, что существуют такие представители FW, которые представляют эти классы Шуберта, и они живут, ну, они, если бы они жили в кольце многочленов от Z, эта жизнь была бы прекрасна, да, и у Кириллова тоже все бы получилось. оказывается, что жизнь не совсем прекрасна, но тоже ничего. Оказывается, что эти многочлены, эти элементы, они не многочлены, они ряды, значит, они живут в следующем образовании. Это многочлены от Z, помноженные на ньютоновские степенные суммы от бесконечного числа переменных. То есть, вот, например, здесь я написал кольцо, в котором живет такая, например, вещь. Z1 плюс Z2 плюс и так далее, плюс они все. Или Z1 квадрат плюс Z2 квадрат плюс они, они все. Или Z1 в кубе, Z1 Z2 квадрат, Z1 Z3 квадрат и такое. Значит, я могу эти ньютоновские степенные суммы как-то перемножать, обнажать на многочленов. Но многочлены нечетной степени. Почему? Да понятно почему. Потому что многочлены четной степени ньютоновские. Инвариантно относительно группы BN. Ну и DN тоже. Да, они выдерживают и перестановки, и смены знака. Как кольцо это не многочлены, разве? Конечно, многочлены, Леш? Значит, это многочлены, их удобно действительно понимать, как многочлены от вот этих переменных. Ну и на самом деле бывает полезно. Ну да, первое, что я хочу сказать, что, во-первых, эти самые FW можно выписать в виде с помощью операторов разделенной разности, отвечающих тоже образующим группы BN. Ну вот, там все, в общем-то, будет очень похоже. Значит, но на самом деле действительно это кольцо удобно рассматривать как многочлены, причем многочлены от двух семейств переменных от Z и от ну вот этих ребят, которые мы назовем, ну мы будем считать как другим набором переменных. Мы эти два Z разделим. Значит, в общем, я заменяю кольцо вот такое на изоморфное ему кольцо от Z1, Z2 и так далее и эти самые ньютоновские степенные суммы уже от другого набора переменных X, счетный набор переменных X1, Z2 и так далее и от него эти штуки являются симметрическими функциями. Значит, это на самом деле тензорное произведение кольца многочленов обычных на кольцо симметрических функций от X. Ну и изоморфизм этот вот я спасибо, Дима, за ваше замечание про двойку. Здесь я вот как раз на двойку поделю. И зачем-то я сменю минус. Ну, минус я напишу затем, чтобы у меня все было положить. Теорема Билли и Хаймена, что таким образом определенные многочленные многочленные на симметрические функции, я их все равно по привычке буду называть многочленными Шуберта, будут целыми и отрицательными числами. И на самом деле у этой работы была эквивариантная версия, когда у вас уже не два набора переменных, а три, где третий отвечает максимальному Тору, и это все отвечает к гомологиям в эквивариантном кольце мегаобразии флагов. Ну и формула для этих штуковин, они тоже, значит, они используют какие-то подслова, суммы каким-то подсловам или разделенные разности. нашей задачей было найти комбинаторное представление, по сути дела это представление с помощью подслов, какое-то такое довольно неуклюже заменить на описание с помощью pipe dream. Ну вот, ну давайте я, значит, расскажу, кто такие эти pipe dream. Вот, ну начнем с типа B. Значит, давайте я начну со следующего поля. Значит, у меня было поле треугольное в начале для типа A, а я его расширю. Я буду ставить туда такие еще мы их называем гамма-блоки, потому что они похожи на букву G. Вот, значит, такие блоки, в которые я разрешу ставить тоже кресты или колено. Значит, между этими гамма-блоками будут ну такие просто трубы напрямую идти. Ну вот, значит, но на самом деле как бы внимательный читатель, внимательный слушатель поймет, что вот в это место я никакой крестик поставить не могу. Ну не могу, значит, у меня там вообще-то обязано быть колено, ну почему мне его не нарисовать просто колено. А давайте я туда разрешу ставить еще один новый элемент. Новый элемент я назову кран. Ну на трубе, значит, есть такой вентиль. Вот, и если этот вентиль там стоит, то он меняет как бы тип, он меняет знак элемента моей перестановки. Ну, я не знаю, я люблю представлять себе как кран, который, значит, повернешь, он там в воду превращается в вино или наоборот вино в воду. Вот, ну или там горячую воду, холодную можно больше так любить. Вот, значит, и этот кран может стоять только вот в этих позициях нулевых. Но таких блоков у меня, ну, столько же, сколько натуральных чисел. но на самом деле, поскольку количество крестов экранов у меня конечное, то, значит, перестановка будет, то есть, эта картинка будет как бы фенитная. Значит, это pipe dream, которому очевидным образом соответствует перестановка. Ну, как, я иду вдоль этих линий и куда-то, значит, куда-то она приходит в конце. Да? В конце она стабилизируется. Вот, если у меня на линии встретился кран, то я, значит, я считаю, что у меня там сменился знак. Вот. Условия приведенности, ну, чуть более сложно выглядят. Значит, я, во-первых, не хочу, чтобы у меня на одной, чтобы у меня две трубы бы пересекались как и раньше. Я не хочу, чтобы у меня на одной трубе было бы два крана подряд. Но зато я разрешаю двойные пересечения, между которыми имеется кран. Вот это вот, то, что нарисовано справа, это можно. Вот. Ну и когда у меня есть такая картинка, давайте я каждому крестику или крану сопоставлю, ну, либо номер строки, где он стоит, то есть Z-i-t, если он стоит в этой части, либо X-i-t, если он стоит вот в таких вот частях. Вот. Значит, по Пайпдриму я тем самым могу построить маном уже от переменных X и Z. Ну и форма это перестановка. Перестановка уже со знаком. Ну вот. Значит, получается, на самом деле, что... Слушай, а я что-то не понял, а где в этих гамма-блоках собственно идут трубы? Они вот так, как нарисовано, входят в одну ячейку и сразу же выходят? Или это просто... Тут может стоять крест, тут может стоять это самое, колено. Вот. Это там, что туда, это игровое поле, на которое я могу ставить вот мои элементы. Здесь я могу... А вот эти черные дужки, которые нарисованы вот под полями, они... Да. Они фиксированы. Они всегда есть, они фиксированы, да. Сейчас, а вот, например, вот если вернуться к самой нижней ситуации, это вот то, что было изначальным пайпдримом. Там у нас разве обязательно все время вот эти дужки присутствовали так, как нарисовано, черные? Там не могло быть... Вот эти? Да. Ну вот эти, да. Ну эти, эти да, потому что иначе бы вода вылилась. Здесь нельзя крест поставить, потому что иначе вода вылилась. Сейчас, а вот из три нельзя, там куда-нибудь в два наверх пойти из нижней тройки или... Нет, нет, у нас все всегда идет вправо или вверх. Ну я говорю вверх, вверх, вправо и вверх. Из два вы говорите... Из нижней тройки войти, значит, вот слева в нижнюю тройку и пойти наверх в двойку. Зачем идти вот вправо еще дальше? Можно. Зачем? Что тогда это черная душка означает? Из тройки в тройку. А, черная душка... Сейчас, погодите. Значит, если... Ну, на самом деле у меня есть тут... Сейчас, значит... На самом деле здесь есть... Сейчас, значит... у меня здесь на самом деле что? У меня четыре... Значит, что у меня за группа? Это перестановки четырех элементов на умножку. На самом деле у меня здесь есть душка, которую я забыл нарисовать. Вот она. И это как бы Z4, которого нету, потому что в этой строке никогда ничего не бывает. Вот. То есть группа у меня на самом деле B4. А, ну, понятно. То есть... Ну, понятно. Да, спасибо. Значит, вот эта душка должна быть. Это на самом деле у меня здесь четыре трубы входят, да, и вот они идут как-то. Вот. У вас как раз на одном из первых слайдов была такая обычная pipe dream четыре на четыре. Ну, то есть такая вот четырестая вертикаль и по визонтали. И вот если обрезать самые крайне диагональные вот эти, то получается как раз... Я бы там нарисовал вот такую. Да, 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 ну, конечно. Да, может быть, это немножко сбивает в толку, но я, значит, просто сейчас здесь уже все те плашки, которые у меня приписаны, я уже, значит, нарисовал. Да, понятно. Спасибо. Хорошо. Ну, да, но Z4 нету у меня, значит, член от него не зависит, у меня там нет такой переменной консерции. Хорошо, значит, как бы то ни было, у меня есть pipe dream, у него есть форма и маном, да, это такая уже какая-то в принципе там бесконечная штука, хотя и аффинитная. Ну, и теорема, значит, теорема говорит, что если я просуммирую по всем приведенным pipe dream'ам эти маномы, то я получил в точности многочлен шуберта. Шуберта в данном случае типа B. Это то, что вы буквы F обозначали, да? Да, это то, что я обозначал буквой F, но я его обозначаю там буквы B, C и D, а если если он, если мне сейчас как бы не важно, если я хочу все три типа одновременно рассматривать, я пишу их. Ну, ладно, значит, тогда, ну, есть на самом деле у этой конструкции еще эквариантная версия. Значит, это то же самое, только эту нашу змею надо замкнуть еще еще одним треугольником, который треугольник будет отвечать как раз этим самым тарическим координатам T1, T2, T3, и в нем ну, кресты будут считать, ну, то есть T и T будет отвечать крестам в столбцах, да, значит, мы здесь считали, T3 у меня считают кресты в строчках, а здесь он в зеленом треугольнике, а здесь T3 будут считать столбцы в столбцах виолетового треугольника. Ну, то есть у меня есть еще, значит, если есть перестановка, то у меня есть такие вот как бы расширенные пайкдримы, которые будут этой перестановке отвечать. Ну, хорошо. Можно еще вопрос? Координаты, вот эти координаты по Тору в эквариантном случае и координаты Z, которые из обычных как бы когмологий или чего-нибудь, они взаимозаменяемы, что называется? Там есть симметрия относительно этих двух групп? Там есть симметрия. Потому что вы описали, вроде бы, как должна быть, да? Как-то они симметрично определяются. Естественно, она есть, и это называется, это как-то называется там что-то типа формулы Каши, вот, и, но там эта симметрия, она заменяет W на W-1. То есть, не, ну, понятно, такая симметрия не бывает. То да, у вас будет перестановка, То есть, если вы ее прочитаете как бы заданно вперед. А это есть когмологическое объяснение? Если это интерпретировать как эквавариантная когмология? Этому есть когмологическое объяснение. Мне кажется, что надо, значит, надо сказать, что если у вас есть матрицы, на них Боррелевская действует слева и справа, да, то вы можете рассматривать B на B эквавариантной когмологии, да, что, или там T на T, да, и проецировать это там туда или туда. Ну, какой-то из этих таров специализировать в ноль. Понятно. Ну, И, значит, это действительно как бы, ну, такие двойные смежные классы в матрицах, да, какие-то такие клетки Брюа в ЖЭЛе, да. Ну, вот, ну, хорошо, значит, вот, пожалуйста, вам тип B. Тип C очень похож на тип B, на самом деле, многочленные Шуберта в типе C отличаются от многочленных в типе B, просто умножение на некую степень двойки. Вы все равно нарисовали красивую картинку, там эти самые гамма-блоки имеют не одну позицию, а две, для того, чтобы поставить тот самый кран, который, тот самый вентиль, который, значит, меняет тип воды, который меняет знак. Извините, Жень, можно я опять перейду? А почему это чем-то другие? Ведь кольцо же то же самое, нет? Группа Вейли та же самая, вот это вот описание, как фактор кольцо, по идеалу, оно будет то же самое. Группа Вейли та же самая, ну, как бы, сейчас, там, значит, ну, как бы, все-таки, все-таки многообразие немножко не те. Ну, многообразие другие, но, как бы, если на языке вот этого кольца работать, то вроде кольцо то же самое, зачем какие-то другие представители писать? Да нет, ну, просто я говорю, у меня эти представители приходят из многообразия Шуберта, они мне там... А, понятно, понятно, это совершенно другие элементы этого кольца, то есть кольцо то же самое. это другие, но те же самые, пропорциональные, вот. Я ответил, да? Да-да. Хорошо, значит, у меня теперь есть действительно другие, как бы, представители, но представители действительно отличаются умножением на какой-то множитель, на степень двойки. Ну, и на самом деле вы можете сказать, что это точно такая же форма. Я даже как отдельную теорию написать не стал. Ну, есть тип D также, значит, тип D, он немножко более муторный, значит, потому что там у меня появляются два типа новых крестов, вот, ну, картинка, в принципе та же самая, значит, картинка та же самая, и в у меня есть, значит, кресты и колено, вот, и у меня есть новые элементики под названием крест с двумя вентилями, да, значит, у меня этих вентилей должно быть четное число, потому что я меняю знак учетного количества элементов, вот, ну, давайте, значит, вот этот считать как бы за два, вот, и давайте будем, значит, у нас будет такой элемент под названием колен с двумя экранами, вот, ну, 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 и вот в клеточке с номером один и два, один штрих мы вот можем такие, такие элементики ставить, ну, почему этот случай более муторный, там довольно неприятно определяется понятие приведенного по ведриму, там есть запрещенные паттерны некоторые, их там восемь штук, ну, в общем, как-то не могут перемежаться эти самые там кресты с кранами в таком хитром порядке, но я это сюда на слайд выводить не стал, потому что это все равно никому как-то понимание бы не добавило, кому интересно посмотреть наше статье, да, значит, ну, и теорема та же самая, что у вас многочлен Шуберта является суммой по таким вот пайпдреймам, ну, эквавариантной тоже, вот, если вы все положите равными нулю, то это значит, что вы не ставите ничего, кроме колен вот сюда, то это тоже будет отвечать ситуации, когда у вас неэквавариантный пайпдрейм, вы можете от этого фиолетового треугольника тоже избавиться, ну, ну, наверное, основную часть я сказал, давайте скажу, как это все связано с многочленами Шура, которые, наверное, людям более хорошо известны, чем многочлены Шуберта, есть, ну, для начала, для типа А, есть планеты, так называемые Грассмановые перестановки, значит, Грассмановая перестановка, это перестановка с единственным спуском, то есть, перестановка, удовлетворяющая такому вот условию, ну, перестановку это можно на самом деле описать так, что они иногда называются Refill Shuffle Permutations, да, значит, если я возьму колоду карт, если я ее подсниму, разобью на две части, и теперь втасую одну половину в другую, да, вот, значит, у меня в одной руке, значит, когда я вставляю одну половину в другую, в одной руке не поменялся порядок карт, и порядок карт в другой руке тоже не поменялся, но они как-то теперь друг с другом перемежаются, вот, предположим, что у меня там в левой руке было K карт, а в правой N, значит, это у меня будет такая Грассмановая перестановка, которая будет отвечать классам кагомологии, которые приходят из Грассманов, многообразия флагов, которые приходят из Грассманиана Кая. Ну и на самом деле такой штуки я могу сопоставить диаграмму Юнга. Диаграмма Юнга в прямоугольнике это тоже такая последовательность битов, ноликов и единиц, которые отвечают тому, что у меня какие-то карты пришли из левой руки, какие-то из правой. Значит, оказывается, что если я возьму Грассманову перестановку, то есть перестановку в единственном спуске, в ее многочлен Шуберта в точности равняется многочленов Шура, соответствующей диаграммы Юнга-Лямбда. Ну вот, то есть в качестве многочленов Шуберта я еще заодно получаю все многочлены Шура. Ну вот. Ну и есть вопрос. Да, вот у меня есть полустандартные таблицы с одной стороны, с другой стороны есть пайп-дримы данной формы. Можно ли между ними построить биекцию? Ну, это по-моему такой фольклорный факт, то есть я его знаю из лекциальных научно. По-моему, это тот факт, доказательство которого проще придумать, чем прочитать где-нибудь в книжке. На самом деле есть действительно такая симпатичная биекция. То есть пайп-дримы для Грассмановых перестановок отвечают по стандартным таблицам. Ну, там надо как-то подвигать какие-то крестики, сделать довольно простые комбинаторные операции и получить эту таблицу. Хорошо. Значит, это был тип А. Ну вот, в типе Б, С и Д есть так называемые пайп-функции Шура, которые определил, как ни странно, сам Шур, когда изучал представление групп ортогональной и симпатической. Тоже некоторые многочлены, которые тоже можно определить комбинаторно. Комбинаторное определение использует так называемые сдвинутые диаграммы Юнга. Диаграмма, которая не выровнена по левому краю, а по такому диагональному, у которых там это разбиение на неравные пушки, которые выровнены относительно такой диагонали. Ну это по такой вот диаграмме можно определить так называемую пайп-функции. Ну вот. И ну собственно характер соответствующих представлений. Есть теорема, которая видимо там изначально принадлежит Петру Прагачу, что эти многочлены пайп-функции Шура представляют классы Шуберта для для Грассменных перестановок. В группах или других типах тоже есть понятие Грассменной перестановки. Прагач заметил, и действительно потом у Билла Хэммон было написано, что соответствующие многочлены Шура равняются пайп-функциям. Ну и соответственно если у нас есть описание с помощью пайп-дримов, то можно действительно получить биец. Ну давайте покажу какие-то примеры. Ну вот скажем, если у меня есть группа Б2, есть перестановка такая, значит у первого элемента меняется знак, это значит над ним стоит палочка, значит меняется знак, второй остается на месте. Ну это перестановка С0, да, ну чему она может отвечать? Значит вот у меня треугольник, который будет в данном случае тривиален, то есть из одной клепки будет стоять, в нем обязательно нет никакого пересечения, а вот где-то в каком-то из гамма-блоков стоит кран, здесь или здесь или там, тогда получается, что на самом деле магазин Шуберта это будет сумма всех экситах, ну в бесконечном количестве штук, то есть это первая ньютоновская симметрическая функция, а если я наоборот возьму такую перестановку 2-1, которая меняет местами, никакой знак не меняет, то у меня это перекрестие, это место пересечения этих труб, может случиться либо в зелененьком треугольничке сначала, что даст мне слагаемый Z1, либо в синем треугольничке где-то потом, причем в синем треугольничке оно может случиться либо на одном месте, либо на другом, либо здесь, либо здесь, то есть на самом деле Милдашин Шуроп будет равен Z1 плюс 2P1 от X, ну есть какие-то дальнейшие примеры, не знаю, если взять для случая D2 такую перестановку, которая не меняет местами, а просто меняет знаки, значит S1 помножить на S1 с крышкой, в любом порядке они коммутируют, ну вот, это будет, значит, мне нужно где-то поставить перекрестие, или не поставить его, а просто поставить два крана, да, то есть можно на самом деле поставить перекрестие и поставить два крана с крестом, можно поставить просто два крана на непересекающих струбах, ну или сделать что-нибудь вот в каком духе, ну и получится ответ. Ну вот, ну, еще, значит, некоторая вещь, которую я хотел сказать, совсем уж напоследок, это что, значит, уже после того, как мы статью нашу выложили на архив, мы узнали, что в некоторой статье Анатолия Николаевича Кириллова и Херошинаруса с 17-го года, значит, есть также некоторое другое комбинаторное описание, тоже есть это вроде Пайп Дримов, для классических групп, но у них это описание такое более грубое, то есть у них, например, значит, у нас мы следуем такой идеологии, что диаграмма это маном, а у них картинка одна, значит, может соответствовать там целому набору маном, два степени к штук, ну вот, ну, мы явно их описание научились из нашего получать, явно это переговаривают, это тоже некоторые такое не самое очевидное комбинаторное рассуждение. Сейчас, но и у них же другие эти FW, в каком смысле перегонят, другие представители их. У них многочлены, но эти многочлены, на самом деле, получаются специализацией наших рядов там где-то в каком-то месте, то есть я из этих хексов беру первый N штук, да, и полагаю X равном Z, вот, ну, это как бы почти за те же деньги, то есть принципиально это ничем не так, глобально не проще, но вот, например, такие приятные вещи, как вот эти объекции, про которые я говорил, описание не вытащит. Ну и, наверное, я хотел бы закончить, сформулировав какие-то там более или менее открытые вопросы, значит, ну, например, у многочленов Шуберта есть такие неоднородные старшие братья, которые называются многочлены Горпендика, это такие многочлены, которые описывают не классы гомологии, а классы структурных пучков многообразия Шуберта к теории многообразия Флата. Это как бы многочлен Шуберта плюс какие-то члены более старшей степени, или, если хотите, их какая-то неоднородная деформация. Ну, на самом деле, это называется многочлены Горпендика в типе А. Базис кольца Горпендика, да? Ну, да, да, да. Вот. А в как бы во флагах над другими классическими группами это, по-моему, никто особенно даже так и не изучал, всем, наверное, было лень. Ну, в общем, есть уверенность, что нашу конструкцию можно так немножко допилить и получить из нее описание категории. Вот. ну, третий вопрос, который у меня на этом слайде написан, это связь с многогранниками ну, извините, мне тут что-то Siri захотело моего внимания. Siri ушла, все, значит, извините. Значит, да, когда мы выложили нашу статью, значит, через некоторое время я увидел, что там не кто-то сослался в первый раз, пошел радостный в ту статью, которая на нас сослалась, что-нибудь узнаю, там было написано, а вот еще есть такое вот другое понятие многочленов Шуберта для классических групп, и оно к нашему не имеет ровным счетом никакого отношения. Значит, ну, на самом деле, вот есть некоторая деятельность имени Вали Кириченко науки Фуджиты, значит, где она, значит, ну, описывается тоже, изучаются флаги в Кипице, и там получается, некий другой аналог, некие другие как бы многочлены Шуберта, вот, и это там чему-то отвечает на телах Ньютона Кунькова, или как мы с Валей любим на Гельфандах Цетлинах, их аналогах для типа С, вот, но, значит, прямо это как-то увязывает с нашей конструкцией, я не умею, я очень хочу научиться, вот, и, наконец, Пайп Дримс имеет очень некоторое прозрачное геометрическое описание в терминах Гриобнеровских вырождений матричных многообразий Шуберта, да, это если вы берете не в Ж по Б условия там на многообразии Шуберта, а просто в Ж, в ЖЭЛЕН, да, просто вот для ЖЭЛЕНа оно работает, значит, если вы возьмете условия там заданы некими минорами, будет нечто очень похожее на конус, будет похоже на многообразие Шуберта, возьмете у него там некоторое Гриобнерское вырождение, значит, куски этого вырождения, это вырождение будет набором гиперплоскостей, которые гиперплоскости будут отвечать просто Пайп Дримм. Значит, хорошо бы, было бы, конечно, для других типов БЦД тоже что-то такое придумать, но совершенно непонятно как бы все методы, которые используют, это работа Кнутсена и Миллера в Эннелс 2005 года, но все, что они делают, оно очень как бы ЖЭЛЕН специфично, вот, они работают с матрицами, как с эфинным пространством, вот, и как-то напрямую это на другие типы не обобщается. Есть всякие стандартные базисы для других классических групп, там тоже есть всякие Грёбнеровские вырождения, так все равно ничего не получается. Ну, наверняка что-то есть, но я не знаю, я в ту сторону пока что так сильно не смотрел. Ну, вот, ну, это, наверное, все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо за внимание и буду рад ответить на вопросы. Спасибо большое, очень интересно. Пожалуйста, какие есть вопросы или комментарии у слушателей? Давайте начну я. У меня такой совершенно дурацкий вопрос. Вот, насколько я помню, у Бернштейна, Гельфанда, Гельфанда в качестве представителя класса точки брался просто определитель Вандермонда, ну, или там соответствующий для данной полупростой группы произведение этих самых корней, произведение корней с каким-то там числовым коэффициентом, по-моему, единица делить на порядок группы Вейля, в чем-то так он. А вот, как вы сказали, Ласку и Шутценберже, они предложили взять, ну, грубо говоря, один из одночленов этого определителя Вандермонда. Да, 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 да. Вот. А вот если сам определитель Вандермонда взять, ничего короткого не появится? Мне кажется, что там будет как бы вот такая симметричность, но не будет вот этой стабильности относительно вложения одной симметрической группы в другую. Вот, вот это сломается. Понятно. Да, но это, конечно, такое очень важное свойство. Ну, это вот, да, это то самое свойство, которое позволяет определить вот именно эти многочлены. То есть, получается, что в таком сеттинге это будет зависеть от группы, да, будет зависеть от N. А это неприкольно. Я хочу базис в тольце на членах. Я уж тогда еще заодно спрошу, все свои вопросы задам, пользуясь. А вот эти вот теорема вот Кириллова Фомина и вот ваша теорема, вот эти выражения через pipe dream, сама вообще идея доказательства какая? Вы пользуетесь индуктивным определением вот с помощью этих свойств, да, как они ведутся с помощью депрессации? На самом деле, мы переговариваем некоторые описания из терминов там подслов. То есть, какой-то другой, который был там известный. Да, который был известный, да, но вообще, да, вообще, если хочется одно к другому свести, это некоторая индукция, да. Вот изначально Кириллов и Фомин свою теорему доказывали, пользуясь вот этим индуктивным определением ласкующих... Ага, понятно. Ну, сейчас, определение ласкующих Сенберже, да, но это определение, его хочешь не хочешь, его надо использовать. Ну, это скорее аксиоматическое определение, что вот эти многочисленные... не знаю, они должны себя вести так, но вот, в общем, нет, на самом деле, если вы зафиксировали класс точки и действуете на них дальше вот этими разделенными разностями, ну, то есть, то, что делал Берштейн, Гельфан, Гельфан, это уже конструкция, это не аксиоматическое определение. Ну, 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 фактически, да, аксиоматическое определение содержит в себе конструкцию, ну, вернее, не совсем, да, оно скорее говорит, чем должно все закончиться, а не тем, с чего должно все начаться, да? Ну, как бы да, тут я на самом деле, да, сказал вам ответ, на самом деле, можно сказать легко, как этот ответ получить. Ну, на самом деле, скажем, вот теорем Кирилла Фомина, ну, это, ну, несложный факт, я его там рассказываю на каком-нибудь спорте для третикурсников, когда вот про симметрические функции рассказываю. А многочлены Гротендика, они, значит, известны только для ЖЛН, да? Ну, для ЖЛН, да, для других типов, ну, может быть, это моя неграмотность, но я просто не знаю, кто бы их выписывал. Понятно. Ну, скорее всего, из каких-то работ Кириллова это можно извлечь, но это... Казалось бы, такой тоже очень вопрос естественный. Удивительно, что никто им не занялся, ну, или, может быть, нет, мне кажется, что у Кириллова это должно быть написано, но, как обычно, ну, он там немножко других терминов предпочитает работать, там, через какие-то операторы Данква, там, вот это все. Вот. Спасибо. Пожалуйста, какие еще есть вопросы у кого или комментарии? Извините, это такой безответственный вопрос, потому что, на самом деле, это я не разбираюсь в этом совершенно, но я помню, что вот в бесконечно мирном случае для афинных алгебра или групп там рассматривались периодические флаги, вот такие вещи, что-нибудь бесконечно мирный аналог всего этого. Для групп Кацамудия? В каком смысле? Да, да, да. Не знаю, очень интересный вопрос. Афинный Гроссманьян какой-нибудь там или что-нибудь? Я знаю только, что флаги, такие периодические флаги рассматриваются. То есть, когда соседние... Да, да. Есть такое, это самое, есть, опять же, серия работ там Кнутсена про все эти позитрои стратификации, тоже, когда, когда, по сути дела, вы берете какие-то такие периодические флаги, с периодическим условием. но я не знаю, то есть, я не знаю, на самом деле, насколько это все там переговаривается для каких-то произвольных групп Кацамудия. Не знаю, нет, очень интересно. Еще вопросы, замечания? Я хочу вернуть в конечной мере все-таки ситуацию. Ведь есть, кроме классических алгебр, есть еще особые. И вот эти неудобства, связанные с тем, что там в соответствующих базисах плохо перемножаются классы гомотопедии, или гомологические. Да, они ведь наверняка имеют место и для особых алгебр. И там нет никаких попыток что-то там такое придумать, чтобы эти произведения имели бы какой-то более удовольствием вид. Или все это вообще, то, что я спрашиваю, бессмысленно, потому что нет никакой комбинаторики, связанной с особыми группами простыми. Ну, смотрите, на самом деле, действительно, я про это там думал, и те же самые вопросы можно поставить действительно и для, хоть для особой группы, да, у вас есть, например, та же самая теорема Костента, да, что у вас многочлены по инвариантам группы Вейли, да, группа Вейли так же действует. Вот, но, но я не знаю, действительно, может быть, здесь нет, поскольку нет вот такого понятия стабильности, да, что нет никакой серии этих групп длины там больше, чем 3, да, или 6, или 8. Вот, значит, то, я не знаю, то есть, на самом деле, как бы, я такой вопрос там себе задавал и искал на него ответы, как в литературе, но не знаю, чтобы кто-то выписывал многочлены Шура, многочлены Шуберта для Е6, Е7, Е8, например, или, вот, ну, нет, ну, в принципе, все это, наверное, можно как-то делать, но, но я, честно говоря, не знаю, какая там комбинаторика. Про стабильность тут, конечно, говорить бессмысленно, но вопрос положительности, скажем, ну, подождите, минуточку, ну, ведь, хорошо, ладно, раз уж предыдущий вопрошающий говорил про бесконечно мерную ситуацию, ну, хорошо, и ваше Е8 можно включить в какую-нибудь серию ЕН, ну, и так далее. Не знаю, не знаю, нет, но там, наверное, все-таки только для Афинных алгебра Кацамуди имеет какую-то... Ну, там только Е9 еще можно. Е9 можно, да, это продлит серию, но немножко. Крокодил летает низонько-низонько. А вот все-таки вопрос положительности действительно вот в самой такой общей постановке, он ведь разумен вполне, да, существуют ли представители этих вот классов в кольце КГМОЛОГИ, ГПБ, с положительными коэффициентами, да? Ну, да, нет, но... Ну, в каком-то там естественном базисе, надо еще понять, в каком базисе, конечно, потому что какой там базис естественный вот в кольце многочленов на Картановской подалгебре, ну, там фундаментальные веса можно взять, но это не совсем то, что ваши Z, да? Ну, это другое. У вас скорее их последовательные разности. Да, да. Ну, короче говоря, я ничего не знаю про то, как эти задачи выглядят в исключительных типах, да, почему важен? Он имеет какой-то, ну, помимо того, что вот интересно комбинаторно описать эти коэффициенты, почему вообще важно, что они положительные? Это имеет какие-то приложения вот к теории пересечения, ведь, да, вот к перемножению этих самых. Ну, смотрите, значит, на самом деле вот эта самая положительность, она, например, вот Кноцен и Миллер, как бы ее просто получают руками. Это у вас, значит, они говорят, что вот эти самые маномы, это там, грубо говоря, вы берете многообразие, и это многообразие, вы деформируете в очень простое многообразие, ну, как, допустим, гипербол, можно продеформировать в крест, да, у вас также, значит, многообразие получается объединением просто векторных пространств, векторных пространств там, да, на размерность, вот, и у такого многообразия там очень удобно все писать, там, какомологии какие-то, это там плоская деформация. Комологии при деформациях вообще себя ведут так себе, как известно. Ну, она плоская, там, значит, если топологические когомологии даже в этой ситуации ведут себя плохо, плоская, она не плоская, это всякие там когомологии конкретных пучков хорошо себя ведут, а вот такие обычные, топологические, по-моему, они не сохраняются нисколько. Не, ну, там, там, как бы, все получается, я сейчас не готов там производить сейчас все технические подробности, но вот действительно как бы у вас, ну, я не знаю, вы можете говорить не про когомологию, вы можете говорить про группу Джоу, да? Не, ну, это то же самое, да. Ну, то же самое, да, но вот как бы у вас есть просто куски, которые отвечают этим самым коэффициентом положительным, да, единичком. Вот, ну, конечно, было бы интересно. Положительность, это все-таки такое довольно важное свойство, например, с точки зрения теории пересечения, с точки зрения когомологии, поэтому, конечно, интересно понять вот в случае особом там или каком угодно, есть ли представители этих классов с какими-то вот в каком-то смысле положительные по коэффициентам в каких-то переменах. Ну, да, потому что на самом деле может другой вопрос про положительность задавать, да, это значит, вот если я перемножу два класса шубертовских и разложу их по классам шубертов, то у меня будут тоже положительные структурные константы коэффициент Риттеллудер-Черсона. Как бы в случае обычных этих самых, ну, в случае Гроссманиана их можно описать, там какие-то таблицы Юнга, которые там удовлетворяют каким-то свойствам, вот, в случае в случае флагов это как бы Here be Dragons, там совершенно ничего комбинаторно сказать не получается, хотя положительность гарантируется тем же самым Клейменом Бертине. Вот, то есть мы знаем, что константы положительные, но какого-то внятного комбинаторного описания предложить не получается большая открытая проблема. Что там в исключительных типах? то есть там тоже есть положительность, но опять же... Там комбинаторик еще менее понятна. Ну, да, да, и как-то не знаю, мне кажется, что людей как-то обычно не тянет в комбинаторику и в 6-7-8. Спасибо. Так, есть ли еще какие-нибудь у кого-нибудь вопросы или комментарии? Если больше нет, спасибо еще раз, Женя, за очень интересный доклад. Спасибо большое. Спасибо вам. за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.